Мастерская мастеров Мастерская мастера Алисия Эликас Здравствуйте! Алисия, в прошлом году мне высчастливилось участвовать в мастер-классе по гонкам. Скажите, пожалуйста, как гонки в вашу жизнь? Вопрос, конечно, глобальный, очень большой, его нередко мне задают, но на самом деле каждый раз салом, наверное, думаю, как же они вошли в их. Наверное, все-таки я слышу, что пришли тогда, когда мы были к ним готовы. В то время я занималась арт-терапией, была церапевтической группой, мы открывали нашу студию, искусство быть, в Вильнюсе. И пришел в жизнь человек, который стал учителем, первым учителем гонка в том, чертурльский. И первый семинар, наверное, в наших странах Балтики был тогда в нашей студии с ним. И с первого удара гонка, как я помню, вот это чувство и слова, наверное, такие внутренние, что да, вот, мое, я тоже так хочу. Гонки на меня зовут. Вот, наверное, так началась. Да, согласен с вами полностью, потому что, когда я услышала первый раз звук гонка, это было что-то магическое. Да. Алисия, гонки, как и любая практика, наверняка меняет жизнь людей. Как же становилось в вашей жизни с появлением гонков? Да. Часто говорим, что, когда начинаем играть на гонках, они как бы извлекают из самых темных уголочек нашей души то, что нас не проработали, не проуживали. И я, наверное, скажу, что она все меняется, эта жизнь. И появилось много творчества, много музыки, много прекрасных людей, которые пришли в нашу жизнь. Еще 8-10 лет назад, наверное, мы только мечтали играть на каких-то инструментах. А сейчас уже некоторые нас называют мультиинструменталистами. И мы узнали о том, как можно интуитивным путем начать играть, петь, создавать мистерии, реализации. Это не только терапия, это очень такой вдохновляющий творческий путь и это путь духовного развития. Изменилась жизнь, меняется. Очень здорово. Спасибо большое. Алисия, поскольку вы плотно сотрудничаете с музыкальными инструментами, наверняка у вас есть любимые. Так ли это? Наверняка они есть. На самом деле большинство этих инструментов, которые мы играем, которые мы используем на наших сессиях, мистериях, все они любимые. И, наверное, на каких-то этапах они меняются. Конечно, гонг, он всегда остается номер один, самый сильный, самый мощный, самый любимый. Но вот, признаюсь, в последнее время мне очень важным любимым стал шаманский пупен. И мое приключение с шаманским пупеном началось тоже лет восемь назад. Это первые были венгерские пупены, которые мы приобрели у венгерских мастеров. Но потом как-то это ушло. Пришла фейта, пришло пение, пришли другие инструменты. Но вот уже, наверное, второй год пупен вернулся с какой-то особой силой, с каким-то особым посланием, наверное. Он соединяет меня со мной, со мной, со мной, с моим сердцем, с землей. И удивительно то, что на наших сессиях, после сессий, очень многие, особенно женщины, говорят, что это был какой-то очень важный момент. Именно звук шаманского пупен. Тем более, что те пупены, которые есть у нас, они на самом деле особые. Да, я помню, что я также, мне опять же впечатлилось прикоснуться и к шаманскому пупену, благодаря вам и вашему программу. И заключительный вопрос. Скажите, должен ли человек обладать каким-то талантом, слухом, еще чем-то, чтобы научиться играть на головах? Если мы говорим о том системном, так называемом, слухе, таланте, о котором говорили когда-то музыкальные учителя, говорю когда-то, потому что сейчас уже здесь тоже многое меняется. нет. Вот такой слух академичный, который нужен вам для того, чтобы петь в хоре или поступить в музыкальную академию, он здесь не нужен, потому что здесь все-таки мы идем интуитивным путем. А с другой стороны скажу что-то, может быть, более такое смелое. У каждого есть слух к этим звукам. Потому что слух, о котором мы говорим, про который вы, наверное, спрашиваете, это тот слух, который помогает нам не создавать, а больше воспроизводить звуки. А здесь мы создатели, творцы. Многие, в том числе из двух мастеров, которых я знаю, у них вот этого традиционного слуха нет. Это не мешает им прекрасно петь, прекрасно играть на флейте, не говоря уж о модуках. Талант, я, наверное, в какой-то степени идеалистка, потому что все-таки я верю и вижу на самом деле, что талант есть у каждого. И его надо открыть и извлечь. Это возможно тогда, когда мы договариваемся с нашим внутренним критиком. Когда вот та программа, которую когда-то кто-то нам запустил. У тебя нет голоса, у тебя нет слуха. Когда она перестает на нас воздействовать. И человек начинает петь. Он начинает раскрывать. И он начинает раскрывать талант. Не обязательно он будет музыкантом. Возможно, он начнет рисовать, он начнет танцевать. Возможно, это будет талант. Как однажды, когда на одном семинаре тоже была такая тема талантов. И девушка вышла на середину сада и сказала, у меня талант упаковать чемодан. И я подумала, вау, на самом деле это талант. Потому что я этого не умею до сих пор. Вот. И творческий талант есть у каждого. И его надо раскрыть. К сожалению, наша система об этом не помогает. Наша система обучения. Вот поэтому существует такие люди, как кто? И наш учитель не помню. Как мы были, как мы все здесь. Спасибо, Алисия. Я с вами абсолютно солидарна. Итак, дорогие друзья, вы поняли, что не нужно обладать стандартным слухом, потому что мы все сами нестандартны. По мнению Алисии и по моему личному мнению, мы все обладаем талантами, мы все творцы. Именно поэтому для вас, так же как для всех, открыта эта чудесная мистерия звука, мистерия гондонов. И, Алисия, если вы желаете что-то сказать нашей публике, пожалуйста, скажите. Пойте. Пойте, дорогие друзья. То, что часто мы благодаряем, это тот гон, который есть у всех нас. Если вы можете говорить, вы можете петь. Пойте. В этом наша система. Спасибо, Алисия. Дорогие друзья, пойте. Если вы хотите петь вместе с Алисией, ее контакт вы увидите под видео. С вами была я, Даша Трегубова, автор и ведущая проекта Мастерская Мастеров. Сегодня в гостях у меня была Алисия Эрикас. И подписывайтесь на канал. Обязательно вступайте в группу на Фейсбук Мастерская Мастеров. И если вы считаете себя мастером, обязательно пишите мне письма. И, возможно, следующее интервью я проведу с вами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok